Всем привет! В этом видео хочу рассказать о чайнике Xiaomi. Да, его продают уже давно, но суть моего канала не хайпажурить, а рассказывать о девайсах, которые прежде всего интересны мне и которым я буду пользоваться. Я недавно записывал видео, в котором рассказывал про чайник Redmond. Он уже на последнем издыхании, у него сломалась крышка, и что самое неприятное, он не всегда выключается. Так вот, решил заказать чайник Xiaomi. Бытовой технике у данного производителя у меня нет никаких вопросов. До сих пор пользуемся первым роботом-пылесосом Xiaomi, очень довольны. Так вот, возвращаемся к чайнику. Насколько я понял, он продается в двух версиях. Есть версия попроще, которая не имеет Bluetooth, то есть не подключается к смартфону. Эта версия немного подороже. Покупал ее, кстати, в магазине gd.ru. Доставка была со склада из Москвы. Доставляла почту России. За четыре дня он доехал до пункта выдачи. Пару слов о коробке. Могу отметить, что здесь есть ручка. И также здесь пенопласт. Ну, то есть, за сохранность чайника можно не беспокоиться. Ничего ему не будет, даже если доставлять нашей почтой. Я думаю, где-то через полгода я оставлю комментарий. Закреплю его первым. И в нем расскажу, что стало с чайником по истечении данного времени. Но, если вы им уже пользуетесь долгое время, то напишите в комментариях, какие у вас впечатления от чайника. Что изменилось. Как он себя ведет. Я думаю, многим это будет интересно. По характеристикам, объем его полтора литра. Мощность 1800 ватт. Нагревает воду до 100 градусов. Он в среднем за 5-5,5 минут. Но тут, естественно, зависит от того, сколько вы налили воды в чайник. По материалу. Корпус чайника выполнен из двух материалов. Внутренняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали. Внешне из пищевого полипропилена. Ну, по-простому пластик. Причем, он очень приятный на ощупь. Белого цвета. Особенно, если у вас кухня белая. Думаю, будет смотреться отлично. По ощущению, пластик такой матовый, шершавый. Повторюсь, очень приятный на ощупь. Внутренняя часть цельнометаллическая. Это дает свои плюсы. Но есть и минусы. По плюсам. Так как он двухслойный получается, он довольно хорошо держит тепло. По моим замерам, спустя час, как он закипел, температура воды составила 71 градус, спустя 2 часа 56, спустя 3 часа 47 градусов. Внутренняя поверхность из стали и внешняя из пластика образуют теплоизолирующий слой, который препятствует перегреву внешней поверхности. Как указывается на сайте, температура поверхности корпуса не превышает 40 градусов. Действительно, это так. После того, как он закипит, температура даже чуть меньше 40 градусов. Но спустя буквально минуту она, понятное дело, поднимается. Снизу где-то до 30 градусов. Середина 45 градусов. В верхней части чайника она доходит до 50-55 градусов. Но, тем не менее, он не обжигает. То есть, его спокойно можно взять в руку. В чайнике Xiaomi используется термоконтроллер от британского производителя Strix. Срок службы которого составляет 10 лет. Датчик температуры, как указано, импортирован из Японии. Ну, то есть, по материалам и по датчикам здесь все хорошо. Что будет с ним по истечении какого-то времени, повторюсь, я напишу в комментариях. И если вы им пользуетесь долго времени, то также оставьте свой комментарий. Но давайте посмотрим на сам чайник поближе. Во-первых, что касается подставки. Длина кабеля 45 сантиметров. Минус то, что вилка здесь китайская. Но у меня есть такой вот плоский переходничок. Ссылочку я на него оставлю в описании к этому видео. Прекрасно чайник с ним работает. И что самое главное, из розетки он заметно не выпирает. Далее, на самом чайнике есть одна механическая кнопка, которая открывает крышку. При нажатии она открывается где-то на 45 градусов. Далее рукой можете ее открыть на 80 градусов. Наливать воду удобно. Фильтра в области носика никакого нет. Как я вам говорил в начале видео, у данной конструкции есть свои плюсы и минусы. Про плюсы я вам рассказал. Минус цельнометаллического корпуса заключается в том, что здесь никак нельзя посмотреть количество воды. В чайнике приходится открывать крышку, либо уже привыкать на вес, определять сколько там воды. По управлению снизу находятся две сенсорные кнопки. Дальняя от ручки это кипячение. Ближняя – поддержание температуры. Саму температуру вы задаете в приложении на телефоне. Данный чайник, естественно, добавляется в мехом. В моем случае выбран материковый Китай. Подключается он к приложению по блютузу. Сам плагин официально переведен на русский язык. Что касается удаленного управления, если у вас не нажата кнопка поддержания температуры, то чайник вы никак не включите. Но если она у вас включена, то включить чайник на кипячение удаленно вы можете. Но опять же в зоне действия блютуза. Как это делать, давайте я вам сейчас покажу. Итак, открываем приложение Mi Home. Здесь мы находим чайник. Повторюсь, плагин переведен на русский язык. Заморачиваться с этим не нужно. Здесь, кстати, хочу отметить такую особенность. Если вы пользуетесь Android смартфоном, то приходится нажимать на эту кнопку «Подключить сейчас». Происходит это быстро. То есть смартфон подключается к чайнику. Но если вы пользуетесь iPhone, когда вы открываете этот плагин, переподключение происходит автоматически. Не знаю, почему на Android сделали вот такую вот штуку. То есть надо дополнительно нажимать на эту кнопку. На iPhone все это как-то более продумано. Так вот, как можно удаленно управлять данным чайником? Как я вам сказал, должна обязательно нажата кнопка поддержки температуры. То есть ближняя к ручке. Далее, в самом приложении вы выбираете, допустим, 40 градусов. Время поддержания тепла здесь до 12 часов. Здесь должен быть выбран пункт «Нагреть до заданной температуры». Если вам нужно скипятить чайник, то вы просто нажимаете на кнопку «Охладить до заданной температуры». Видите, пишет приложение «Идет нагрев». Сейчас 40 градусов. Давайте сразу озвучу, какая здесь есть защита. Во-первых, защита от ударов током. Защита от утечки тока при попадании воды в подставку. И выключение чайника при нагреве в случае, если нет воды. Здесь мы можем вручную задать температуру от 40 до 90 градусов. На самом деле, это очень полезная вещь, если есть маленькие дети. И есть необходимость нагреть воду до определенной температуры. Все, кипячение. В итоге, что хочу сказать про данный чайник. Во-первых, мне понравился его внешний вид. Приятный на ощупь. Смотрится классно. Особенно, повторюсь, если у вас светлая кухня. Понравилось то, что он хорошо держит тепло. Корпус не обжигает. Минусы его в том, что нельзя посмотреть количество воды. Ну и второй минус, наверное, то, что удаленно его включить просто так не получится. Нужно обязательно включать кнопку поддержания тепла. Ну и плюсы подобного умного чайника, это то, что вы можете нагреть до заданной температуры. У кого есть дети, я думаю, оценят эту возможность. Ну, пожалуй, что хотел и рассказал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok